За прошлый год на дорогах Соликамска сотрудники госавтоинспекции остановили 469 нетрезвых водителей, среди которых 346 сели за руль в состоянии алкогольного, а 10 – наркотического опьянения. 65 человек сделали это повторно. 58 автовладельцев отказались пройти медосвидетельствование. Кроме того, за аналогичный период на территории Соликамского городского округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В результате которых один человек погиб, 12 участников дорожного движения получили травмы разной степени тяжести. В целом, в Прикаме количество ДТП с участием автовладельцев в состоянии опьянения выросло на 16%. Печальную статистику на заседании правительства региона озвучил министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов. За январь-ноябрь 2023 года по вине водителей в состоянии опьянения произошло 224 ДТП. Это плюс 16% к аналогичному периоду 2022 года, в результате которых 55 человек погибло и 318 получили ранения различной степени тяжести. Для решения ситуации власти региона решили платить по 5000 рублей примикам, которые сообщат о нетрезвом водителе за рулем. Сведения можно передать по телефону, обратившись в полицию. Претендовать на выплату смогут те, чьи сигналы помогут задержать нарушителя. Мы обсуждали с вами и приняли решение ввести соответствующие выплаты. Мы здесь не первый регион, есть практика других территорий и практика себя зарекомендовала только положительно. Речь идет о методе борьбы с пьяными водителями в Нижегородской области, Республике Коми и Ямало-Ненинскому округе, где платят соответственно по 2, 3 и 4 тысячи рублей. На данный момент законом предусмотрены жесткие меры наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения. За первое такое правонарушение водителю грозит лишение управления транспортными средствами на период от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. При повторном нарушении следует уже уголовная ответственность. Напоминаем, сообщить о водителях в состоянии опьянения нужно по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах. Анонимность гарантируется.